Утро в гимназии началось с торжественной линейки, где первым делом учителей поздравляла директор школы Людмила Петровна Кудинова. Сегодня праздник, сегодня наши дети выражают под искреннюю любовь, признательность и уважение. Это дорогого стоит. Если родители, общественность и наши дети, кого мы учим и воспитываем, нам благодарны, значит мы это заслужили. К ее словам присоединились и ученики школы и отметили каждого преподавателя в номинации. После чего виновники торжества отправились на интерактивную игру 100 к 1, а в это время их место заняли обычные 11-классники. Распределившись по предметам, дети выполняли роль настоящих педагогов. Перерывы между необычными уроками проходили в языкальном сопровождении, а в завершение дня учителя прошел флешмоб. Подобный сценарий праздника оставил предпочтение всех его участников. Распределившись по предметам, дети выполняли роль настоящих педагогов. Обычный урок физкультуры для учеников 3, 4 и 5 классов школы номер 2 села Ермолаево стал настоящим праздником. Зарядку с ребятами провел никто иной, как двухкратный чемпион мира по самбо, шестикратный чемпион России по самбо и дзюдо, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, выдающийся спортсмен Петр Васильевич Ульянов. Прежде чем приступить к занятию, спортсмен немного рассказал о себе. Уроженец села Ермолаево, выпускник школы номер 2, Петр Васильевич свой путь в спорт начал с детства, с занятий физкультурой. С малых лет, когда я был сам по себе очень шустрый, и мне очень нравился спорт. Мы с малых лет занимались, сами делали футбольные ворота, сами шили себе гетры, доставали матерей, просили, чтобы купили нам кеды, играли в футбол и очень любил бороться. А с 1968 года, после окончания школы, Петр Ульянов стал серьезно заниматься борьбой под руководством Сергея Антиняна в городе Кумертау. Об этом и многом другом чемпион рассказал ребятам. А еще поделился секретом чемпиона. Путь к спортивному успеху начинается с зарядки. С той самой, к которой мы относимся несерьезно и считаем пустой тратой времени. Ребята с удовольствием повторяли за спортсменом наклоны, разминали кисти рук и даже уши. Сидите на кровати, чтобы проснуться окончательно, взяли ушки, вот так вот, и начинайте их растирать. Опять же идет приток головы, начинаются глазки открываться чуть-чуть, прям развинайте, не стесняйтесь. И в завершение урока мастер-класс от известного спортсмена. Пошел. Снись, спинь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И, как знать, возможно, станет их первым шагом к большому спорту. Мне понравился урок, да. И очень понравилось то, что я поотрабатывала приемы. Очень такая, как по мне, честь была, ну, с мастером спорта, так поотрабатывать приемы. Никогда еще так не было. Мне очень, конечно, понравилось, да. Петр Васильевич Ульянов уверен в результативности подобных встреч и готов еще не раз встретиться со школьниками. Я с удовольствием откликнулся на такое предложение. Мне самому интересно, и все-таки хочется, чтобы наши дети знали о спортивных достижениях своих земляков. И в то же время вот это, как бы, такая маленькая агитационная работа привлечь занятием детей физкультурой и спортом. Я думаю, что сегодня вот провел такую быстренькую, коротенькую разминочку, но есть в глазах огонек. Я так смотрю по детям, что они так живо интересуются. И даже упражнения выполняли с таким настроем. И я думаю, что вот это, вот такие мероприятия, они очень полезны и очень доступны для детей. И в то же время такая маленькая агитация заниматься спортом, физкультурой. Я считаю, что свои цели добавил. Но такие вещи, то есть достиг такие вещи надо проводить более чаще. Если будет приглашение, я, конечно, с удовольствием буду приезжать и выступать перед детьми, проводить такими мероприятиями. Елена Камская, Владимир Кузьмин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова